Сразу после крушения лайнера под Донецком, многие компании из разных стран заявили, что не будут использовать воздушное пространство Украины. Некоторые, например, австралийская «Квонтес» и немецкая «Эйр Берлин», сделали это еще несколько месяцев назад. Международные авиационные власти официально закрыли для полетов восток Украины. Но перевозчикам это обойдется дорого. Трудно миновать территорию в 600 тысяч квадратных километров в сердце Европы, особенно рейсом в Юго-Восточную Азию. При этом у отрасли и без того хватает проблем, говорят эксперты. За последние 25 лет число смертей в авиакатастрофах в пересчете на пассажира упало вдвое, по данным Ассоциации воздушного транспорта. Но для самих авиакомпаний это слабое утешение. Они сталкиваются со множеством других проблем. И даже небольшой шок может ударить по ним на многие годы вперед, особенно по лоукостерам. Такие вещи, как продолжающийся рост цен на нефть, сильное государственное присутствие, приводят к тому, что компании вяло сокращают мощности даже там, где это нужно. Увеличение маршрута – это повышение расходов на топливо и на обслуживание в полете. Кроме того, операторам, которым почти наверняка придется летать через территорию Украины, повысит страховые взносы за сами самолеты. Как показывает опыт предыдущих катаклизмов в этой отрасли, в конечном итоге платить придется пассажирам, так как цены на билеты вырастут.